Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть Silent Hill 4 The Room, и мы находимся в своей комнате. Кроме всего прочего, мы находимся в мире больницы. Больница непростая, больница абсолютно шизовая, и мне там не нравится. Но тем не менее, сейчас мы сгрузим вот эти вот вещи в ящик и будем двигаться туда. Обычно такими вещами я занимаюсь между сериями, но сегодня захотелось вам показать, как я это делаю. Так, это все сгрузили, ключ нам понадобится. Ключ от больничной палаты. Я в конце предыдущей серии говорил, что, мол, это, наверное, там внизу. Но больничная палата, как я понимаю, у нас на втором этаже находится. В том самом месте, где катаются эти бешеные инвалидные коляски. Пойдем попробуем. Я думаю, выбора не так много, поэтому разберемся. Что меня больше всего беспокоит, то, что это место больше напоминает не больницу, а какой-то карнавал уродов. Потому что, допустим, наверху в палатах там просто какой-то пипец творится. В каждой камере где-то человеческая кожа растянута, где-то дурка там с ключами, где-то на тебя шипы падают. Где-то так банально и просто лежат трупы. По-моему, это не круто. Вот у нас была закрытая. Да, все, доходим. Алин? Ты жива вообще, нет? Красивые девушки, все-таки, да? Красивые девушки, все-таки, 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 все-таки. Я не знаю, я не знаю, где начать. Я... Ребенка она похоже помнит. Возьми, говорит, меня с собой, а не я пойду с тобой. Хорошо, Алина с нами, самое главное, что она жива, лапочка, потому что, блин, увидели вообще там в одной из палат было ее огромное лицо с бешеными глазами, которое просто для того жутко на нас смотрело, что, я не знаю, душа в пятки уходила. Так, и сейчас нам, вроде как, насколько я знаю, нужно ее защищать. То есть, мы сказали, как она появится рядом с тобой, защищай ее как можешь. И я уж, поверьте, постараюсь. Алина, беги! Да ты посмотри, что делать. Ложись, мать твою. Вот обей ты ее, ну. Ай, да не заходи ты в комнату. Так, они, кстати, уже отбегались, похоже. Хорошо, и куда мы идем? Здесь мы ничего сделать не можем. Здесь у нас поднялся лифт, и мы... Мы можем двинуться вниз, я думаю, там у нас была закрытая дверь. Вполне возможно, теперь она будет открыта, потому что это единственное место, которое мы еще не проверили. Так, спокойно, меня такой, не ее. Так. Седание. Кто-то, кстати, говорил в комментариях, что, мол, я не пользуюсь сильными атаками, а в основном закликиваю всех быстрыми. Конечно! Так же быстрее и эффективнее, как правило. Бывает по-разному, но... Как правило, это очень удобно. И по-на-мать, здесь в этих шерстернях трупы. Просто намотанные друг на друга. Ты посмотри это. Все, уходим нафиг. Не хочу быть в их числе. По идее, можно ее, наверное, затащить в дыру. В стене. Но давайте сюда посмотрим. Ха, интересно. А у нас другого выбора нет. Мы просто уже везде были. Али, ты там как? Пойдешь со мной? С гипсом будет, конечно, тяжеловато. Смотри, изуродовала ее, скотина просто. Эти цифры на спине. Ну, живая, по крайней мере. Так, хорошо. И что? Я сейчас окажусь... Весь с ней на кровати, что ли? Это было бы круто. Она исчезла. Более. Ну, хорошо. Ладно. Что поделать? С другой стороны, она могла оказаться в своей квартире. Я же после того, как в эту дыру лезу, постоянно прихожу к себе на своей кровати. Как будто я прикорнул просто. Возможно, она также сейчас приходит к себе на своей. Что? Это там? Это в доме, по-моему. Посмотри, опять этот кролик летает. У меня просто едет крыша. Что? Это у вас едет крыша. Так, и что это было? Воздух в этой комнате тяжелый. Отлично. О, что-то принесли. Потолочный вентилятор упал. Эта комната тут так душно. Может, мне уже свечи надо брать? Чтобы избавляться от призраков. А Элида по-прежнему нет. Меня это дико беспокоит. На самом деле, как так? Я же ее с собой вытащил. Что меня еще беспокоит? То, что здесь, на стене, больше нет этого нароста. Это все не очень круто. То есть, либо он пропал. Кстати, звука тоже нет. Либо он уже вырос и выполз куда-то. Все включено будет. Давайте сохранимся. У меня есть ощущение, что сейчас произойдет что-то непоправимое. Тишина просто смирена. Так. Знаете, давайте-ка я возьму, на самом деле, одну свечку или талисман. Свечка, по-моему, навсегда убивает. А талисман, по-моему, отгоняет их просто. Так, эффективно. Талисман. Да, талисман пока. Не знаю, правда, как использовать, но я думаю, научимся. Не впервые. Красный конверт. Внутри маленький ключ и письмо. Ты тоже увидишь тот мир, этот жуткий кошмар. Но если ты окажешься в нем, то это будет не просто кошмар. Не потеряйся там внутри. Если тебя затянет туда, то ты погибнешь. Но надежда все еще есть. Может быть, этот ключик поможет тебе. Если ты увидишь дверь со значком на ней, то посмотри, что с другой стороны. Затем иди вниз, в глубочайшую часть его. И ищи там абсолютную истину. 20 июля. Джозеф. Джозеф, Джозеф. Что-то мне страшно, Джозеф. Где Али? О, смотри. Как я и не заметил это? Ну, это же я, по идее. Сколько времени прошло с тех пор, как я покинул эту комнату. Я не знаю, прошли ли дни или часы. Но за это время они нашли тело 1421. Недавно у меня были галлюцинации. Кажется, я схожу с ума. Дата не указана. Бедный Джозеф. Погода в тот день была очень странной. Хоть я и смог избежать недавнего шторма, до сих пор там стоит густой туман, проникающий везде. К счастью, именно это помогло мне остаться незамеченным и сразу приступить к работе. Полиция все еще настаивает на том, что это дело рук подражателя. Поэтому я считал, что там все по-старому и ничего не тронуто. Но я оказался неправ. Не следовало прийти раньше. Кладбище было просто в ужасном состоянии. Шторм, должно быть, поднял уровень воды. В любом случае, вот что я обнаружил, когда нашел могилу Уолтера Салливана. Дальше дневник поврежден. Я не могу ничего прочитать. Я все еще в шоке. Тело в могиле не оказалось. Но вместо этого на крышке гроба были написаны числа. 11, 21. 14 июля. Странно это, странно. Уолтер Салливан убил себя. Он умер в своей тюремной камере от потери крови после того, как воткнул ложку себе в шею. Его тело было похоронено на кладбище, как раз за его родным городом Сайлен-Хиллом, в безымянной могиле. После этого его имя стало известно всему миру и казалось, что цепочка убийств была окончена на 10 из 21 запланированных им. Но спустя 3 года они нашли тело, на котором было вырезано 12 из 21. Трупу было только около 6 месяцев. Другими словами, человек был убит через 2,5 года после самоубийства Салливана. Все было так же, как и у жертв Салливана, с заключением одной вещи. Все 10 жертв Салливана были найдены с вырезанными сердцами и грудные клетки были умело зашиты нитью. Но жертва 12-21 была с сердцем. Полиция почитала это делом подражателя и расследует эту версию, но пока безрезультатно. Недавно было найдено тело жертвы номер 13. У этого тела сердце было тоже не тронуто. Полиция до сих пор даже не может назвать подозреваемого. У меня есть своя гипотеза. Очень мало людей знали детали предыдущих преступлений, чтобы суметь скопировать Салливана так точно. Сначала я поеду в Саллинт Хилл, на кладбище возле того самого красивого маленького озера. Возможно, там я найду ответ 11 июля. То есть, в итоге он приехал, попал в грозу и произошло на кладбище именно то самое. Это не круто, ребята. Прямо история какая-то, я не знаю. Жесть какая-то. Смотри, теперь она там, да? Бесполезно. Так, ну и что я могу сказать? Ничего не происходит. Мы с собой берем талисман, ключ, идем, куда глаза глядят. Подожди, а почему? Почему я не лечусь? Я теперь не буду лечиться в этой комнате. Думаю, не круто. То есть, эти аптечки, которые я копил, я их не зря копил, похоже. И знаете, теперь я предпочту драться только в самом последнем случае. По-моему, гораздо проще убежать и экономить здоровье. Хотя, какого черта? Я буду бить всех. Хенри. Весь здесь? Да. И я не вижу никаких холл, даже. Ты просто вспомнился. Я не могу остаться здесь. Я буду бить. Я знаю. Что я буду делать? Может быть, я не знаю, чтобы спасать тебя. Ты знаешь кого-то называемый Joseph? Да. Он был человек, который живет в твоей квартире, перед тобой. Я думаю, он был журналист или что-то. Он уничтожил около шесть месяцев, но в конце концов, он начался очень странным. Да. Он был исследователем о религиозном культуре, и он был называемый Валтер Соловин. Я получил эту литературу. Он сказал мне, надо идти вниз, вниз в глубокую часть его и посмотреть на абсолютную правду. Давайте сделаем это. Там должно быть что-то вниз. Хорошо. Я сделаю это. Ты единственная шанс, которую я получила. Я оставлю с тобой. Так, хорошо. Я вот сейчас подумал, а если... Если я теперь не могу лечиться, то мне с собой нужно хотя бы одну аптечку таскать. Поэтому... Подожди, пожалуйста, чуть-чуть маленько, Айлин. Я вернусь. Блин, это плохо, что в комнате стало душно, и теперь я не могу лечиться. Потому что это было реальное спасение. С другой стороны, это был не хардкор. Я бы предпочел, чтобы она по-прежнему работала. Я, честно говоря, нравилось, что эта комната была для меня таким островком. В этом безумии. Так, ничего, все попрятались. Я не знаю, уже давненько никто не появлялся. Так, хорошо. Короче, свечку пока оставляем. Это, похоже, так и будет вместе с нами. Такую, наверное, возьмем. Одну сразу? Нет, в принципе. Пусть одна будет. Хорошо, ладно. Еще, насколько я понимаю, Айлин не стоит давать умирать, потому что никакого переигрыша не будет. Она станет призраком, и вообще все будет очень-очень плохо. Поэтому давайте как-то беречь нашу девушку. Ну, я так думаю, что если Генри вытащит отсюда, они подружатся. Так, хорошо, и куда же мы идем? Тут все заперто. В принципе, можно попробовать сюда, но я думаю, тут закрыто. Да. Тихо-тихо-тихо. Не беспокойся. Инчайно. Можно попробовать снова залезть сюда, и теперь у нас есть ключ. Возможно, он... Да. Он нам помог. Идет, смотри. Ох, сколько их там идет. Так, я предпочитаю подпустить их сюда. Подождем. Потому что вот так вот я смогу бить сразу. А, нет. Блин. Хотел сказать, двоих сразу. Не выйдет. Айлин, держись как-нибудь подальше, пожалуйста. Да, блин. Почему он дерется? Эээ, что происходит? Хе-хе-хе. Это, по-моему, очень странно. Но будем считать, что они катятся. Да, блин. Я надеюсь, они только не вставайте, пожалуйста. Встают. Все очень плохо. Так, тебя добить надо, по-моему. Нет, не надо. Надо? Вот так. Так, ты умерла, нет? Огонь. Давай, ну добивай ее. Быстрее, блин. Время тратится. Наверное. Ах, почему он сразу не может второй раз ударить? Эй. На. Свободно. Пакость Так, и что? Мне кажется, оно даже полностью не восполнено сейчас Я еще ни разу аптечкой не пользовался Ну да Подожди Блин, надо вернуться и добить ее Это определенно Сайлент Хилл Просто она не добитый тут лежит Или Или добитый уже Только вниз Мне не нравится это место Хотя бы потому, что здесь труп Лежит, висит в решетке И это, по-моему, мне круто Если сейчас еще мошки появятся Они появятся, я уже чувствую То это будет вообще просто край Мы идем по кровавому следу Иду по тропе мертвецов Так, это что? Это ничего А вообще, представляете? Это настолько смешно, что В первый раз за Сайлент Хилл 4 За игру из серии Сайлент Хилл Мы попали куда-то, где есть туман Да я сам не знаю, Элен По-моему, это где-то в Сайлент Хилле Туман Это визитная карточка Сайлент Хилла А здесь его, в принципе, нет Единственное место вот это вот Так, дыра Это нам, я думаю, поможет По крайней мере Сохраниться будет явно не лишним сейчас Надеюсь, за это время Элен там не размотают Потому что, блин С одной стороны, конечно, я не люблю вот так вот Присматривать за кем-то в компьютерных играх А с другой Другой это тоже интересно Так, что происходит? Тишина Вообще, как-то, я не знаю Все, вот как это, затишье перед бурей Все затихло Ничего нигде не происходит Тут все по-прежнему У Айлин там вообще Этот кролик сидит только Здесь тишина Не знаю По-моему, это очень не круто Так, сейчас я, пожалуй Сохранюсь еще раз А после этого Возьму Еще одну аптечку В принципе, пойдем И знаете, сумка Элен Может быть, мне ее взять? Мне кажется, это что-то нам даст Оружие Элит Точно Так, давайте сядем поудобнее Потому что это становится реально уже интересно Так, хорошо И пошли Кто-то идет Ага Понятно Я не думаю, что она этой сумкой Много набьет Но, по крайней мере, мне будет поспокойнее Оттолкнуть там Чуть-чуть шибануть по голове Так, еще даже не сюда Вообще, ощущение, что сейчас будет какой-то босс Если бы это была третья часть Я бы подумал, что О, сохранение на стене Такой знак Возможно, реально будет босс Если будет, то надо будет Ну, мы-то умрем, наверное С этим топором И с одной аптечкой Надо будет взять револьвер И Мотать его Так Еще свечка Хорошо Чем больше свечей, тем нам лучше И что же это у нас такое? У меня Теренствия Офис Ладно Разберемся по ходу дела Открыто Закрыто Ой Ненавижу Давай быстрее, пока второй не пришел Ты посмотри, сколько их там Иди сюда, Эл Ах, как я промазал Это было глупо Уолтер, похоже, в детстве Сильно не любил обезьян Раз они тут Думаю, нет, честно говоря Раз они тут В персональном аду Находятся Обезьяна в таком количестве Так, карты у нас нет, да? Тихо Камера, не сходи с ума Хорошо, обезьянки Давайте попробуем Две сразу Заметил Отходим Если бы Алин, конечно, отходил еще Алин, отойди Давай Иди сюда Ну Подходи Опасно Ну как вот я прям Когда по нему целюсь Эта боевая система Не делает игру легче Просто посмотри Я второй раз уже С полного замаху Бил по обезьяне На топор проходил сквозь нее Чудом зацепило Ближнего врага сейчас Вот, только чудом И вы знаете Мы, похоже, опять попали в мир Подземки Есть такое ощущение И, кстати говоря, да Мы здесь, похоже, уже были Потому что, видите Вот это вот внизу Это Да, это к туалетам ведет Туалет и дыра в туалете Окей Вот отсюда мы начали Ко в самом-самом начале Прибыли на это место Наверх, я думаю, мы не поднимемся Ну да С твоей-то ногой Хорошо Я надеюсь, теперь у нас хотя бы получится как-то выбраться Подлечемся Выборит у нас все равно, нет Подожди Ты что? А, это ты Маленький Неприятный Зверек То самое место Скажу честно Оно, по-моему, самое неприятное У меня плохие с ним воспоминания Так, а получается Подожди Это что вообще такое? Ничего? Что это такое? А, это пакость Хорошо, сейчас мы сюда пойдем Но сначала давайте проверим соседний туалет Я так понимаю, что Алина мы затянуть с собой не сможем Поэтому Я думаю, сейчас мы пойдем в свою квартиру О, хорошо Пойдем в свою квартиру В принципе, на сегодня будем заканчивать И мне, честно говоря, просто настоящий груз сплечь Что она жива Потому что это, наверное, единственный симпатичный персонаж во всей игре Синтия была какая-то такая Уолтер Саллион вообще в обоих своих проявлениях Потом мужик этот пузатый Джерри, по-моему, его звали Тоже так себе, честно О, пакость какая Ладно, пойдем Наверное, все более и более какой-то стал грязный Я не знаю Неприятный, короче Так Ну, хорошо Что? Что-то здесь не так Возможно, я держал что-то, что каким-то образом Ослабляет это Что? Тихо-тихо У меня жизни Жизни Офигеть Офигеть Ты посмотри на это дело Я теперь сейчас могу пойти туда и убиться Так, хорошо Как мне к сейву пройти тогда? Ух, блин Это, по-моему, не очень хорошо Это что вообще такое? Каким образом оно меня убивает? Не хочу знать В общем, ладно Будем знать Здравствуй, кролик Сидишь по-прежнему Так, ну что Давайте, наверное, посмотрим сначала Что у нас в ванной Вообще, как там дела Потому что В прихожей И в гостиной Все Очень плохо Скорее всего Сейчас, когда я пойду к сейву Я побру Ну, о, смотри Что тут есть Давайте почитаем сначала Грязный конверт Внутри Игрушечные ключи Письмо Ой, блин Я не успел прочитать Так Это получается Письмо ребенка Детская пластиковая игрушка Это у нас Осталось найти его Мамочка Я дам тебе это Так что, пожалуйста Просыпайся быстрее Это внутри моего Игрушечного поезда Игрушечного поезда Хорошо Это мы запомним Ладно Обрывок красной бумаги Я нашел Два загадочных И мощных артефакта Которые, кажется Очень эффективны Против привидений Святая свеча И святой медальон Они не только Эффективны Против привидений Из другого мира Они также Не позволяют Им пробираться В мою комнату Просто Зажги свечу Возле того места Откуда они приходят И ее святая сила Начнет действовать Святой медальон Кажется Отражает Не чистую силу Пока он одет Снаряжен У меня начинает Появляться надежда Так Это получается Место Из которого Лезут призраки А может быть Это не место И тогда я сейчас Просто протрачу Так Ладно Как бы там ни было Давайте сначала Сохранимся А со всем этим Я думаю Будем разбираться Уже В следующей серии Потому что Что-то в квартире Все становится Гораздо хуже Чем В мирах Который я попадал Я не думал Что я когда-нибудь Это скажу Но Теперь мне из миров В квартиру возвращаться Совершенно неохота Это потому что Реально просто Экстрим уже начался И это очень хорошо Мне это нравится Потому что я люблю Вызов в играх Ну Когда он конечно Сбалансированный Здесь этого В принципе хватает Надеюсь вам понравилось Потому что этот поворот И вот эти вот часы Это по-моему Круто Увидимся С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok